Ребят, всем привет! Я начинаю новый влог. Начинаю его с утра, раннего утра. Отвезла Миланчика в школу. Смотрите, какой вид открывается. Море вот там. Всем хорошего дня, и я буду продолжать. На этих выходных я была одна, как вы знаете по предыдущему видео, потому что муж и сын, они ездили в Париж. Туда приезжала бабушка, и вот они встречались, и бабушка нам привезла кое-какие подарочки. Не подарочки, а такие передачки, в общем, можно сказать. Она привезла сыр. Смотрите, огромную такую головку, которая называется Сан-Никтех. Производится в провинции Канталь. Кстати, эта провинция, она знаменита еще одним одноименным сыром, который так и называется Канталь. Но он твердый. Этот же сыр в Сан-Никтех, он мягкий выглядит он вот так. У него сливочный, довольно насыщенный вкус. Она нам привезла так много, мы, конечно же, столько не съедим. Для нас это немножечко дико, но он так и должен выглядеть. Он покрыт здесь плесенью. Мы его разрежем на части, и то, что не будем есть, отправим в морозильник. То есть, он отлично переносит заморозку, и потом вы просто достаете, размораживаете по кусочку и едите. Что еще хотела сказать, что этот сыр, он называется женским сыром, потому что его начали производить еще в 17 веке, и делали это в основном женщины. У него довольно, как я уже сказала, насыщенный вкус. Ну, вкусный, приятный. Мне еще она передала, как всегда, мое любимое варенье из инжира. Обожаю просто. И моя свекровь готовит не сладкое. Утром с булочкой, с кофе, просто вот очень люблю. Поэтому спасибо большое моей свекрови. Вот такую вот передачку мы получили. Ребят, смотрите, у меня здесь на кухне есть окно. Я его всего вешала кормом для птиц. Буду за ними наблюдать. Сейчас как раз собираюсь готовить обед. Слышала какую-то перепалку, смотрю, там птицы висят на моих кормушках. Что у нас сегодня будет на обед, сейчас вам покажу. Итак, показываю вам, что у нас сегодня будет на обед. Будет очень простой обед. У меня здесь овощи. Буду делать чуть-чуть пюре. Я вам уже говорила, что никогда не варю просто пюре из обычного картофеля. Я всегда добавляю какие-нибудь еще овощи, либо зеленый горошек. Сегодня добавила вот морковь и редьку. Ставлю быстренько на огонь. Накрываю крышкой. И здесь у меня лежит фарш. Где-то здесь 400 грамм. Сейчас я сюда добавлю булочку. Замоченное в молоке было. Яйцо, лук. К котлеты я добавляю всегда лук в таком вот виде. То есть я его тру на терочке. И тогда он не так сильно чувствуется. И придается сочность еще моим котлеткам. В общем, сейчас я потру где-то половинку этой луковички. Что сюда еще добавлю? Посолю, поперчу. И всегда я еще добавляю ложку где-то майзены. Кукурузной муки. Спасибо. Кипели мои овощи. Я их посолила. Оставляю вариться еще на маленьком огне. Беру две сковороды. В одной я сейчас сформирую шарики и обжарю наш фаршик. А во второй я обжарю помытые и почищенные шампиньоны. Без лука просто чуть-чуть их, знаете, запассирую, чтобы вышла вся вода. Без крышки. Крышкой накрывать не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я обжарила и перемолола пюре. Вручную все делаю. Получилось такое нежное, очень вкусное. Здесь поджарились мои котлетки. Поджарились грибочки. Я перекладываю грибы котлетам. Включаю, кстати, огонь. Небольшой. Теперь я беру вот такое у меня есть пюре из помидор и заливаю им нашу смесь. Добавляю немного воды. Кладу два чесночка. Немножечко подсаливаю. Кладу два листика лаврушки. Добавляю немножечко сушеной петрушки. Все, накрываю крышкой. Оставляю на маленьком огне. Потом через какое-то время переверну, перемешаю. Забрала Милана со школы. И проезжали мимо разрушенный, старый. Шопель, это, наверное, как часовня была. Смотрите, какая красивая. Крыши нету. Туда еще ступеньки ведут. Можно спуститься, посмотреть и дома рядом. Еще какой-то там бассейн. Смотрите. А, она не вся разрушена. Надо будет еще сюда приехать и хорошенько изучить. Это, получается, разрушена только часовня. А сама церковь осталась. Надо вниз спускаться. Меня Милан в машине ждет. Сейчас еще хочу девочке вам показать кое-какие кремики. Они у меня закончились. И не хочется делать отдельное видео о пустых баночках. Поэтому я покажу в этом. Тоже извиняюсь, что у меня такой влог сумбурный. Но он у меня всегда такой. Потому что я всегда где-то в каких-то бегах по кусочкам снимаю. Потом все соединяю. И логическая цепочка иногда теряется. Но вы уж меня извините. В общем, у меня закончился вот такой мусс для умывания от марки Carin de Farm. И я вам скажу, что он мне очень сильно понравился. Не стягивает кожу. От него нет ощущения сухости. И он, по-моему, идет без мыла. И он на 98% натуральный. Если кому-то нравятся натуральные продукты. В нем содержится еще лимонная кислота. Вы его встряхиваете и он превращается в пену. Я наношу на вот эту губку свою любимую. Прямо вот сюда в дырочки. И его надо очень мало для того, чтобы он хорошо вспенился. Умываюсь. Просто очень нравится. Здесь было всего лишь 100 мл. И мне хватило. Слушайте, ну месяцев на 5 так точно. 100 мл мне хватило. Классно. Очень понравился. Куплю потом еще. Но сначала попробую другое средство. Я уже там купила от Rituals. Чтобы не привыкала кожа. Закончился у меня вот такой кремик для области вокруг глаз. от марки Origins. И скажу вам, что мне он не понравился совсем. Я уже говорила в одном из своих видео, что ну совсем никакой. Я его добила, но это было тяжело. То есть там столько перламутра. Этот перламутр забивался даже в несуществующие морщинки. Подчеркивал все, что можно. Конечно, немножечко осветлял область вокруг глаз. Но все равно мне совсем не понравился. Его надо использовать только на утро. То есть больше покупать не буду. На вечер от марки Caudalie я использовала вот такой крем. Он был с резерватролом. Как вы знаете, этот ингредиент, он имеет такой анти-аш эффект. Но мне посоветовали этот крем в аптеке. Я уточнила свой возраст. Я скажу, что я просто в восторге от этого крема. Я вообще очень сильно люблю эту марку. И я даже не ожидала, честно. Мне кажется, у меня разгладилось все. Подтянулось все, что можно. Отлично сейчас выглядит самая опасная область. Полный восторг. Этот крем я обязательно повторю. Но опять же, чтобы кожа не привыкала, попробую сейчас что-то другое. И у меня закончился крем от марки SVR. Я просто обожаю эту марку. Я считаю ее одной из лучших среди французских аптечных марок. Это не реклама. Я все крема покупала за свои деньги. И этот крем был осветляющий. В нем был комплекс осветляющих компонентов. И он отлично справился со своей задачей. Вот я его зимой использовала. На лбу у меня появились пигментные пятна. И они, конечно же, не исчезли полностью. Но они стали намного-намного светлее. У меня после того лета я обгорела несколько раз. И лоб просто был вообще какой-то в ужасном состоянии. Опять же, повторю, но сейчас уже и не летом. Мы сейчас с мужем идем в церковь Сан-Мишель, которая находится в Пун-Левеке. Я у мужа ее как-то показывала. Сейчас мы решили еще раз зайти. Вернее, не еще раз, а по пути остановились. Заглянем внутрь. Заглянем внутрь. Церковь преставрируют, потому что находится она не в лучшем состоянии. Видите, все обтянуто сеткой. Даже мне муж говорит, не иди. Ауи, ауи. Муж мне говорит, не иди. Слишком рядом к ней, потому что если что-то упадет, то как бы судьба. День сегодня опять просто замечательный. На небе не облачко. Мы получаем витаминчик Д. Мы зашли с обратной стороны церкви. Я еще здесь никогда не была. Вот это Нормандия. Малыш, ва, жива. Тут и жули. Честно, природа в Нормандии, это просто что-то невероятное. Я такой красоты еще не видела. Во мне всегда буйствует дух первооткрывателя. Поэтому мы с Миланом очень любим выезжать куда-то в какие-нибудь неизвестные места. Открывать что-то новое. Даже просто ходить и рассматривать. Я обожаю это дело. Эту сторону уже отреставрировали. Видите, она выглядит совсем по-другому. Чистенькая, красивенькая. Приехали на озеро. Первый раз в этом году. Сейчас будем искать наших подружек, уточек. Миланчик, помнишь, как мы их кормили раньше, да? Да. Да. А потом они за нами бегают. Точно. И мы тоже. А мы убегали от них, правда? Да. Смотрите, какие краски. Зеленая трава. Вода голубая. Даже, можно сказать, синяя. И небо голубое. Привет. А вы купили Милану новые ботики? Марка Пабловский, кажется. Да, ботинки. Да, ботинки, спасибо. И они такие классные. Все время теперь, когда буду увидеть эту марку в интернете, мы купили на скидке. На сайте Вант Привы. Буду покупать, потому что супер. и кожу, и вообще, как они держатся. На противоположном берегу пляж. А, ой, я бокуды муж. Там можно купаться летом. Плавучие домики тоже там находятся. Ой, да коханева. Ребят, смотрите, здесь посрезали эти, блин, ветки деревьев. Это как раз эти котики. Их не жалко ломать, потому что они срезаны. По-любому будут вывозить. Так что я их сейчас наломаю домой себе. Поставлю вазочку. Для меня котики это прямая ассоциация с весной. Всегда, когда гуляем на озере, я смотрю на этот замок. Представьте, это частная собственность. То есть туда подъехать нельзя, посмотреть нельзя. Все перекрыто. Вот так кто-то живет. Всем хорошего вечера, настроения. До скорой встречи. Пока-пока.